Это QR-код на моей соцсети. Если вы будете что-то фотографировать, снимать, отмечайте меня, я буду репостить. Моя, наверное, уникальность в том, что мы два года назад, позапрошлым летом, за одно лето сняли четыре полнометражных фильма. То есть моя команда. Мы приехали в Крым, нас было всего три человека, мы на месте собрали команду. В основном это были дети, потому что мы снимали детское кино. И те, кто не прошел у нас кастинг, у нас был большой кастинг по всему Крыму, мы взяли работать в команду. И вот такой командой из 12 человек мы за четыре летних месяца сняли четыре полнометражных фильма. Три детских фильма. И у нас осталось немножко денег. Мы очень устали снимать детское кино, и мы сняли один взрослый фильм. Прям такой взрослый-взрослый, у нас столько трэша в этом фильме было. Так сказать, на сдачу. И он, кстати, получился очень интересным. Вот сейчас два фильма уже готовы, мы их сейчас пытаемся продать. И еще два фильма у нас на постпродакшн. Вот. В том числе, как мы это сделали? Ну да, у нас, мы поменяли и искусственный интеллект. И у нас изначально было заточено то, что нам нужно снимать очень быстро. У нас не было проводов на площадке. То есть у меня даже в прошлом году была лекция, кино без проводов, или как снять четыре фильма за одно лет. То есть у нас все было на аккумуляторах, все было на сендерах, на радиоканалах. И, по сути, все сотрудники, кроме ключевых, да, там, режиссер, оператор, я, занимались тем, что они просто брали по стойке и переносили на новую локацию. Свет, технику, то есть проводов не было вообще. То есть у нас было правило без проводов. И это очень сильно ускоряло процесс. Хоть ты закончил, да? Так, сейчас, наверное, постараюсь настроить звук, потому что без звука дальше не будет скучно показывать презентацию. Поэтому, если кому-то интересно, как снимать быстро и дешево, кстати, четыре фильма мы сняли в общей сложности за 16 миллионов. Так. Звук. Я буду постараюсь одновременно и рассказывать, и настраивать оборудование. О чем сегодня пойдет речь? Ну, смотрите. Кино – это достаточно большое объединение самых разнообразных технологий. Конечно, когда появился в открытом доступе искусственный интеллект, как он появился, я напомню, на самом деле он появился достаточно давно, и у меня даже была отдельная презентация, где я рассказывал про историю появления нейросетей искусственного интеллекта. Но заметным он стал в тот момент, когда OpenAI решили прессовать искусственный интеллект к чату. Так появился чат GPD. Вначале была версия 3.0, которую никто не знал, потому что она еще была просто как чат неизвестный. А потом, когда они ее выпустили уже как полноценный чат, это версия 3.5, она взорвала просто весь рынок, все стали ей пользоваться, все в шоке. И это дало очень мощный толчок для развития искусственного интеллекта. Сама компания называется OpenAI. То есть переводится как открытый искусственный интеллект. И само название подразумевает, что им все технологии дают в открытый доступ, так оно и получилось. То есть свой трансформер, который, кстати говоря, они придумали, они его просто взяли и начали использовать, они дали технологию разработчикам. И разработчики начали на базе этой технологии создавать огромное количество самых разных нейронов. И вот, собственно говоря, предыдущий спикер называет все-таки это не искусственным интеллектом, а алгоритмом. Тут, конечно, готов поспорить, потому что в отличие от алгоритма технологии искусственного интеллекта не подразумевают алгоритмов. То есть там есть как наш мозг, мы все знаем, как устроен наш мозг, но никто не знает, почему один человек хороший, а другой человек плохой. То есть нейрозеты работают примерно так же. Мы знаем, как устроена программа, но мы не знаем, что в ней происходит. Потому что процесс там слишком сложный и слишком объемный даже для понимания компьютера, не то, что человек. Поэтому мы можем только предполагать, когда мы обучаем или создаем модели, что вообще произойдет в конечном итоге. Ну, собственно говоря, чуть позже будем говорить про новую нейрозетку SORA. Там это прям очень очевидно, и даже сами разработчики об этом говорят. Это очень забавно и это, если честно, немного пугает. Так. Все-таки мне нужно звук, потому что без звука я ничего не смогу сделать. Сейчас. Простите, друзья, я немножко нам поковырять его. Потому что даже здесь, например, уже нужен звук. Если пока какие-то вопросы появляются, можем подискутировать, пока я настраиваю, чтобы я в тишине выводил диалог. Ну и просто можете ожидать в какой-то настроек. Так, звук. Ну, может, не может. Вот, и все. Соединение природно. Ну, надеюсь, значение подключить. Ну, не совсем. На самом деле, почему я назвал презентацию «Нерзи» для режиссера? Сама профессия режиссера, ну, так как я сам тоже по второму высшему образованию я режиссер, я понял сможет сделать. Но это перезагрузить капиталом. Он просто турбили из устройства и немножко даже вернуть. Мы его перезагрузим, а я пока немножечко расскажу, как я вижу профессию режиссера. Дело в том, что современный режиссер – это не просто человек, который знает его другие. Это не просто человек, который может своим воображением или своим видением показать зрителю что-то и вызвать у него эмоции. Режиссер – это тот человек, который, чем больше он знает инструментов, тем больше у него возможностей, и тем больше способов влияния на эмоции зрителя. И вот здесь как раз таки ключевое – это чем больше он знает инструментов. И прекрасно меня в Абдике обучили монтировать кино, меня обучили в драматургии, меня обучили каким-то режиссерским приемам, да, классическим. И я их могу применять. И, в принципе, наверное, для создания фильма или даже там эмоциональной постановки этого достаточно. Но если я как режиссер знаю современные технологии и способы монтажа, компьютерной графики, то у меня уже функционал расширяется, и я уже планирую то или иное кино, я могу использовать больше инструментариев и, соответственно, либо более простым и, скажем так, менее затратным способом донести свою мысль до зрителя, либо разнообразить вот именно способы передачи эмоций от моего произведения к зрителям. Потому что я считаю, что самая главная задача режиссера – это вызывать эмоции у зрителя. И вот здесь как раз таки геросети раскрывают просто какие-то колоссальные… О, звук появился. Какие-то колоссальные возможности, потому что они, с одной стороны, очень сильно упрощают многие процессы, а с другой стороны, они дают какую-то невероятную возможность для творчества. Так, теперь надо себе таймер поставить. У нас перерыв после моего выступления будет 15-10. Ну, отлично. Как обычно, осталось в форме. И сейчас мы просто будем разбирать инструменты попутно. Я буду комментировать какие-то дельные инструменты. Буквально позавчера я выступал… Не, не позавчера. А? Вчера я выступал на «Крысе», да. А до этого я выступал в торгово-промышленной палате, где мы затрагивали этические проблемы. И в том числе я рассказывал про этические проблемы расстраивания. И вот сегодня я решил объединить, и я буду попутно тоже рассказывать про этические проблемы, которые я вижу при использовании искусственного интеллекта. И, конечно, особенно мы эти темы раскроем в круглом столе по авторскому правду. Итак, начнем с самых простых, самых очевидных и понятных технологий. Да? Дипфейк. Что позволяет дипфейк? Для дипфейка существует огромное количество инструментов, и когда они только появились, это был удел профессионалов и таких техногиков. Сейчас дипфейком может воспользоваться абсолютно любой человек, просто видя в поисковый запрос дипфейк. Он вам выдаст кучу сервисов, где вы можете в два клика заменить лицо кому угодно, на что угодно. Вот один из ярких примеров – это Александр Ясин, который в проекте «Дип Каприо» играл в «Ди Каприо». И, в принципе… Давайте послушаем. Что можно купить на 100 рублей? Есть какая-то задержка там? 20 лет назад. Что-то у нас тут начало обновляться. Смотрим. Сейчас. На 100 рублей вы могли бы приобрести почти 50 акций «Монстр Бедрэйдж». Сейчас он что-то показывает сейчас. И сейчас, в 2021 году, ваши 100 рублей из 2001 года превратились бы… Ну, собственно говоря, вот такая вот история. Также технология дипфейк сегодня позволяет воскрешать актеров, если не дай бог с ним что-то произошло. Снимать актеров, которых уже давно нет с нами. Или, например, как это было недавно в рекламе «Мегафона», привезти актера, не привозя актеров. То есть, у нас там снимался Брюс Виллис, который в это время находился в Лос-Анджелесе, а снимался вместо него другой человек. Просто при помощи технологии дипфейка его превратили Брюса Виллиса, а Брюсу Виллиса заплатили, наверное, не знаю, может, половину гонорара, может, целую, может, что-то здесь есть ставопродакшная расскажет, но как мы с ним договорились. Но я знаю точно, что с ним были договоренности. Также технология дипфейка позволяет делать огромное количество операций с лицом. Омоложение, старение, наложение грима, исправление дефектов кожи – все это одна и та же технология, которая получила достаточно большое применение в разных сферах. В желтеньке внизу выделены те приложения, которые позволяют делать все то, о чем я буду говорить, но вы можете не фотографировать, в конце будет QR-код на скачивание гайда, где все приложения, о которых я сегодня буду рассказывать, они там есть и даже еще больше, поэтому вы все, что я сегодня буду рассказывать, можете повторить у себя дома на абсолютно любом компьютере, даже на телефоне. Следующая технология. Так. Я собрал у вас всех. Я понял, в чем проблема, в том, что вы видите, а я нет. Сейчас, перезапустим. Сериал «Поэм Джейсон». Отличный пример использования технологии «Дипфейк» в сериале, причем сериал спонсировался государством, институт развития интернета, выделил на это деньги, сняли 24 серии с участием таких звезд, как Джейсон Стэдфуна, Яну Ривз, Марго Роггер, Роберт Паттинса. Получился прекрасный сериал. Который не смотрел, рекомендую посмотреть. 24 серии по 10 минут. Очень весело, очень прикольно. Давайте посмотрим трейлер. Я собрал вас всех, чтобы серьезно и всему миру объявить. Дипфейс. 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 Что ты делал? Hope, а че сидим? Я сказала, она жена чуть ли лезь. Да но это более спонсировав. Ты знаешь, что я бегу? Да, иせ лиц 저 раку на Brasil? 4-6-7-1-1-1. Банда нет. Как-то со мной раз будет. Вау. Ну, так себе, да? Насколько ей денег выделяет на кино, что такие звезды снимаются в российских сериалах. Я тебя сейчас распишусь. Я тебе сейчас распишусь. Всё, нахуй, убирай. В общем, такой прекрасный сериал. Но, конечно, самое удивительное, что никто из этих актёров не знает, что снимались в этом фильме. На одной конференции, где мы познакомились с создателями этого сериала, я спросил, были претензии, не были претензии, на что они сказали, что они точно знают, что вышел такой сериал в России. Но претензий не было, скорее всего, потому что там в первых строчках написано, что это дипфейк сериал. И они ни разу не говорят о том, что действительно те актёры снимаются, то есть не говорят, что это дипфейк. Поэтому пока это позволяет так использовать. Но, опять же, ещё и потому, что во всём мире нет закона про искусственный интеллект. Ну, не было до недавнего времени, буквально неделю назад, ввели первый закон, который начнёт действовать с мая следующего года. И он очень такой поверхностный. Там говорится только о том, что нужно маркировать то, что сделано уже при помощи идеи. Вот. А закона нет, чтобы определить не только в России, а во всём мире. Поэтому даже если бы они какую-то претензию предъявили, но закона нет, что-то сделать непонятно. Следующий инструмент для режиссёра – это создание персонажей. Вот у вас сейчас на экране 20 картинок. Это всё я. Я их сгенерировал при помощи одного сервиса. На обучение модели у меня ушло буквально минут, наверное, 20, он там обучался. А потом за 4 минуты он изгенерировал больше тысяч картинок. Ну, там 1100 с чем-то было. Вот. То есть за 4 минуты я сгенерировал, потом 4 часа их разбирал, сортировал, выбирал. И я когда взял вот этот большой объём фотографий, фотографии классные, мне нравятся. Я такой молодой, и старый, и такой, и сякой. Ну, что с этим совсем делать давно? Ну, то есть казалось бы, да, классные фотки, что же с ними делать? Я их смотрел, смотрел, а потом выложил у себя на странице ВКонтакте, сделал альбом, который назвал мои роли, которые я ещё не сыграл. Вот. И опубликовал, и буквально в течение суток я написал два моих знакомых режиссёра, говорит, блиц, и как классные, он тебя посмотрел, у меня прям столько идей возникло, где тебя можно снять, как тебя можно снять. Я подумал, ну, кстати, а почему нет? Ну, то есть я могу как режиссёр брать какого-то актёра, прогонять его через нейросетку. Он мне будет генерить кучу разных образов. Или там, предположим, если там у режиссёра жена актриса, и она его говорит, типа, давай снимай меня немедленно, а он не знает, какое снимать. Вот, загнала тут же куча идей короткометража пришло в голову. То есть это тот инструмент, который разгоняет фантазию режиссёра. И таких инструментов у нас ещё будет много. Потому что, как правило, режиссёр очень хорошая фантазия. Но для того, чтобы она заработала, её нужно чем-то пнуть. Хорошо, если это не алкоголь, а какая-то вот такая вот история. Но и уже в процессе работы, когда мы заходим в какой-то творческий тупик, или, не дай бог, начинаем испытывать творческий кризис, мы просто вот включаем такую историю, ну, можно хорошее кино посмотреть, тоже иногда помогает. Ну, или мы можем просто взять наших актёров и поиграться с ними при помощи нейросетей. И тут, оказывается, у нас столько идей и фантазий, что вообще можно ещё 10 фильмов снять на реализацию. То есть использовать генерацию нейросеток как творческий допинг очень даже интересно и реально работает. Мне когда-то, когда я был маленький, мне было лет 12, один мой знакомый режиссёр, он переезжал с квартиры на квартиру, разбивал какие-то вещи, и у него был такой маленький экран для проектора. Знаете, вот как-то большие экраны для проектора, а тот экранчик был вот такой. И он раскатывался, он мне его подарил. Я такой смотрел, говорю, а зачем мне это? Он говорит, будешь сюда смотреть и представлять свои будущие фильмы. То есть вот он так делал в своё время. Но теперь можно смотреть не на пустой белый экран, а вот такие замечательные картинки. Может быть, даже с вашим лицом. Павел уже про эту картинку рассказывал. Достаточно много примеров уже в истории, когда нейросетки стали побеждать, точнее результат их творчества стал побеждать на различных конкурсах. Вот этот Борис Эльдаксон, он участвовал в конкурсе Sony World Photography Awards и занял там первое место в одной из номинаций. Я обычно эту фотографию показываю, когда нужно проиллюстрировать какой-то ответ на вопрос людей либо на возражение, что да что там в вашей нейросетке, они всё равно не могут сделать так, как это сделает человек. Пожалуйста, реально пример. Эксперты в самых крутых конкурсах решали, какая фотография лучше. И выбрали лучшую фотографию то, что нарисовала Мит Джорни. Но Борис оказался таким человеком честным, и он признался, говорит, извините, нет такой фотографии, я её придумал и нарисовал при помощи нейросети. Разразился, как обычно, большой скандал, ввели кучу правил, чтобы он больше не повторился, и запретили присылать фотографии, созданные не фотоаппаратами, а нейросетями. Но, тем не менее, как иллюстрация того, что действительно нейросетки на сегодняшний день уже способны создавать продукты, качества которых оценивают эксперты очень высоко и даже присуждают углавные призы, пожалуйста, налицо. Да, это фейк. Что ещё можно сделать при помощи нейросетей? Да, если мы говорим про генерацию изображений, картин, ещё чего-то, например, можно моделировать миры. Один из моих проектов, который, я надеюсь, когда-то сниму, у меня есть хороший сценарий, не мой сценарий, моего знакомого, это фантастика, будущее. И, знаете, не знаю, как у вас, мы сколько учились в институте, вот когда нам дают задание придумать этюд, вот ты сидишь и думаешь этюд, и ты какую-нибудь фигню придумываешь, потом берёшь, нужно сделать этюд на двоих, а вы уже вдвоём думаете, у вас уже этюды интересные, а потом нужно сделать групповой этюд, и вы сидите прямо в такой мозговой штурме, где вы придумываете, и реально получаются очень классные фантазии. Это я к тому, что когда мы думаем один, вот я один, да, я что-то придумаю, но это будет так себе. Когда у нас много, это уже интересно, но, как оказалось, когда в этом принимает участие искусственный интеллект, то, в принципе, нас двоих достаточно. Я искусственный интеллект, он мне начинает предлагать такие картинки с такими подробностями, с такими деталями, с такой прорисовкой, что я просто не придумываю, а я выбираю, что я хочу снять. То есть, по сути, он мне помогает, скажем так, додумать то, чего бы я сам хотел, но не могу. И вот это моделирование миров, да, вполне возможно, я не такой мир буду рисовать, но я этот мир покажу своему художнику и скажу, слушай, где-то мне нужна такая декорация, либо найди мне такую локацию, либо покажу колористу, скажу, слушай, я хочу вот в таких тонах, чтобы это было раскрашено. То есть, я не на словах объясняю, что я хочу, чтобы белый цвет был желтый, а, не знаю, черный – зеленый. Я показываю картинку, не понимая, где какие цвета, и говорю, слушай, мне нравится, как здесь. И он уже понимает, что я хочу. То есть, это очень сильно сокращает процесс коммуникации с твоими, скажем, сокреаторами, и с кем ты создаешь тот или иной продукт. Потому что объяснить на словах то, что ты придумал, ну, во-первых, не факт, что то, что ты придумал, это будет интересно и красиво, и не факт, что они тебя поймут так, как нужно. В принципе, роль художника в том заключается, что тот пред, который придумал режиссер, сделает красивым, показать ему, он сказал, слушай, да, вот это я так и думал. Ну, как обычно режиссеры говорят. Конечно, вот именно это я и представлял. Вот, здесь эту функцию выполняет яросетка, и она сразу рисует очень красиво, очень детально, очень необычно. И мне нравится. Ну, то есть яросети научат рисовать так, чтобы людям нравилось. И донести до команды становится намного проще. То есть, первое, это помогает раскрыть некий твой творческий, твой творческую фантазию, а второе, донести это до команды. И вы уже начинаете творить, понимая все в едином ключе, в едином стиле. Не так, что художник понял это по-своему, а потом оператор по-своему, кафер по-своему, и в итоге у нас получается советское кино. Я всегда говорил, что кассово-американское кино отличается от нашего советского и даже российского тем, что там все стилизовано, как правило, все в единой концепции, а у нас каждый департамент, он творец и по-своему. В целом получается неплохо, но как-то уже очень разнообразно. Нету некого единого стиля. Вот этот процесс тоже может решать нейрость, когда она позволяет наладить коммуникацию и творческое представление внутри команды. Все знают, что при помощи языковых моделей можно писать интересные сценарии. Мы сегодня уже об этом говорили несколько раз, и действительно все знают чат GPT, кто-то знает Cloud, кто-то знает другие языковые модели типа гигачата нашего от Сбербанка. Но мало кто знает, что эти модели получают свое развитие для определенных целевых профессиональных ниш. В данном случае это на картинке, точнее видео представлен Райтер.ми. Это очень классный инструмент, который позволяет отлично писать сказку. Но там пишут и письма, и деловые предложения, и продажи, и так прочее, прочее. Но мне нравится именно инструмент, как для написания сценариев. Там есть все для того, чтобы комфортно быстро писать. То есть, от идеи, он вам накидает идею, потом вы можете выделить два предложения, развернуть их в абзац, потом выделить в абзаце, там, не знаю, «Мышонок поговорил с козликом», и написать ему «А о чем они поговорили? Расскажи, о чем они поговорили», и он вам написал на виде диалогов. А потом ты видишь, что «Мышонок и Козлик одинаково говорят». Ты говоришь, что «Не, не так. Мышонок должен быть добрым и ласковым, а козык должен быть злым и суровым. И он тебе переписывает диалоги с учетом персонажных характеристик. И у тебя, получается, диалоги написаны, уже ты понимаешь, что это разные персонажи. Но, конечно, нейросетка может писать плохо, но что помешает? Выделить кусок, где написано плохо, и сказать «напиши хорошо», и он тебе перепишет это. И будет переписывать до тех пор, пока это ты не скажешь «а, вот теперь хорошо». То есть, в принципе, даже если что-то не получается, как ты хочешь, тут уж придется поработать и несколько слов руками написать. А потом сказать «слушай, я устал», продолжи дальше. И он вам продолжит в этом же ключе. Он скажет «а, вот как надо было». То есть, этот инструмент действительно позволяет это все делать, настраивать, и это все очень гибко и наглядно. Вы можете зайти на этот сайт, там есть видео, где прямо показано, как это все работает. В общем, рекомендую. Очень классный инструмент. Я как-то пару раз писал при помощи него диалоги. Вообще, знаете, у меня было как-то на 8 марта в прошлом году, не этот, а прошлый 8 марта, позапрошлый. Я написал наш чат однокурсников «Девушкам поздравление» с 8 марта. Оно получилось достаточно объемным. И единственное, что я в конце приписал, что все-таки это мне помогало генерить чат GPT. На что мне одной однокурсник потом написал и говорит «Сэй, спасибо, что ты приписал». Я думаю, мир сошел с ума, ты никогда в жизни так красиво не писал. А там прямо красивое поздравление очень было. Так что, несмотря на то, что я действительно очень хорошо пишу, блин, он делает это не очень ярко. Ничего с этим не поделаешь. Дальше. Теперь переходим уже к каким-то техническим моментам, что можно делать при помощи искусственного интеллекта, и почему это важно знать режиссера. Казалось бы, зачем режиссеру знать, что можно сканировать пространство и локации. Я считаю, что режиссер – это такой человек, он должен быть максимально разносторонний и знать все. Вот чем больше он знает, чем больше он умеет, чем больше он пробовал, чем больше он стал в своей жизни, тем больше у него возможностей творить. Ну, как минимум воображение, фантазия лучше работает, но и знание инструментариев тоже. Есть технологии, которые позволяют просто, пройдя с телефона по локации, отснять локацию и перевести ее в 3D. Это, конечно, полезно для тех, кто занимается 3D-графикой, CG. Но, например, вот внизу в павильоне сейчас работает Илья. Он обычно с нами занимает мой ученик, которого я когда-то обучал вести онлайн-трансляции. Сейчас он работает с командой Погорина, делает онлайн-трансляции в том числе. И он освоил этот инструмент для чего? Он, когда выполняет какие-то коммерческие заказы, он приходит на локацию, снимает телефон, создает 3D сцену, расставляет камеру и уже показывает в привизе заказчика, как будет выглядеть картина, с какой точкой, где будут стоять камеры. То есть, по сути, клиент, если он находится не в Москве, он еще до начала всего не понимает, как будет выглядеть вся его локация и как будет выглядеть изображение в эфире в трансляции, например. Это один из вариантов использования этой технологии. Ну, конечно, для кино, пожалуйста, вы можете отсканировать и дальше перевести это в тот же самый Unreal, и у вас уже готовая сцена. Я, например, не очень умею моделировать, текстурировать, мне проще отсканировать и получить готовую сцену. Честно скажу, в примерах она выглядит немножко лучше, чем в реальной жизни получается, но, может быть, у меня руки кривые, я не знаю. Но, опять же, если сейчас что-то не очень хорошо работает, то через 2-3 месяца это будет работать идеально, так устроен искусственный интеллект и так развиваются нейросети. Сознание видео. Уже сегодня тоже много про это говорили. Gen2, HeGen, с AsableDiffusion, с ControlNet, можно все это делать, Runway. Но все это можно забыть, как только ссоры будет открытый доступ. Про ссоры мы сейчас отдельно поговорим. Это очень интересная история. Но с чего-то надо было начинать. Действительно, создание видео по текстовому запросу. Раньше это было какое-то блажь и баловство. Сейчас, когда выходит ссора, ну, тут уже так немножечко все зачесались, задумывались, кто работает в кино, и к чему же это дальше приведет. Но к ссоре мы еще придем. Это, кстати говоря, Кайпер. Это пример того, как можно создавать совершенно бесполезные видео. Казалось бы, трендовые видео. Совершенно непонятно для чего нужно. Но при помощи этих трендовых видео я знаю несколько человек, которые стали миллиониками в Инстаграме. То есть они просто собрали огромное количество аудитории вот на таких видео. Видео все залетает, собирает кучу лайков, кучу комментариев, получает большие охваты. И, казалось бы, вроде как видео бесполезное, а аудитория растет. Да, у нас сейчас известно, что подписчики – это самый ценный капитал, который можно сейчас быстро накопить, а потом идентифицировать. Вот. Видео выглядит примерно вот так, на два видео. Делается элементарно, но очень залипательно выглядит. И, наконец, появляется ссора. И еще раз скажу, вчера я прочитал новость, что начали раздавать доступы к ссоре. То есть очень долго ждали. Не всем пока. Видимо, не вчера, а просто вчера я про эту новость прочитал. Но процесс запущен. И вот здесь вот хочется немножечко остановиться. Многие люди не понимают, что такое ссора. Многие люди думают, что ссора – это генерация видео. Но, в принципе, если посмотреть на поверхность, да, это генерация видео. Вот то, что вы сейчас видите в видео – это полностью генерация ссорой. И здесь мы видим, как работают реальные отражения, как дома какие-то. Видим искажения оптические, да, это окно. Ну, то есть, ну, если вы мне не сказали, что это сгенерирование эросети, я был бы уверен, что это вживую снято, то я и сейчас не верю в то, что это сгенерирование эросети. Но так оно и есть. Что позволяет ссора? До одной минуты в 4К. Понимание физики и динамики происходящих процессов в кадре. Создание видеоизображения. Заполнить недостающие фрагменты. Там покажу еще примеры. Создание бесконечных видео. Управление камерой. Кстати говоря, ссора – это первая нейросеть, которая позволяет полноценно, как полноценно, на уровне текстовых запросов управлять камерой. Потому что до этого были простейшие движения, которые можно было задать. Здесь можно указать, откуда камера, куда летит, что делает, как снимает. И вот дальше интересные штуки, такие, как композиция, еще что-то. Я зашел на сайт ссоры, на первый предварительный релиз, где было описание технологии, много видео было примеров. Почитал, что написано. Там много виночков прикольно. Заходите, очень залипательно. Но там дальше есть второе. У них все две страницы были обозвещенные ссоры. Вторая страница называлась «Техническая документация». И там были описаны технические процессы, о том, как работает алгоритм, как обучаются модели, в чем отличие от обычных диквизионных моделей, что такое патчи, на которых он работает и так далее. Но дальше жили примеры, которые генерит СО. И мне больше всего понравилось, там после некоторых раздацев в конце было написано. Ну, мы как бы это не закладывали в эту модель, потому что обучили, мы не знаем, почему оно работает, как оно работает, что касается композиции. Всегда хорошая композиция. И это была проблема в предыдущих нейронках, которые генерили видео. Были нарушения с композицией там, но всегда хорошая композиция. И никто не понимает, как это работает. Я не прямо пью, что мы не знаем, почему это работает. Мы не ожидали, что это вообще будет, но нам понравилось, что это работает. Вот. Тут засекает вопрос, если вы сами не понимаете, как оно работает, то что будет дальше? Но, как я сказал в начале, никто не понимает, как работает нейросет. Понять это на уровне головы невозможно, потому что это слишком мощный процесс, который происходит внутри самой нейронной модели. на уровне головы. Что еще позволяет делать ссора? Сейчас. Из того, что мне понравилось, здесь далеко не все, но, например, видите, в огончик летит, это видео сгенерировано ссоры, но финал этого видео – это реальное видео. И, например, ссора может создать начальные кадры, либо конечные кадры. То есть, как это выглядит? Сейчас опустим, что мы ставим. Вот, смотрите, три видео, начинаются все по-разному, заканчиваются все одинаково, потому что финальные кадры – это реальные кадры. Все, что до этого, это сгенерировало ссора по текстовому запросу. То есть, ему дали описание, что должно быть, и оно придумало, что должно быть. Как это можно использовать в кино? Положим, у вас сидит девочка в комнате, работает за столом. И вы хотите, чтобы из космоса камера полетела, вначале, на землю, потом на город, потом полетала по городу, влетела в окно и увидела девочку. Вы это описываете в ссоре, снимаете девочку со стола, дальше все остальное гирится, манировка. То есть, если бы мы это снимали реально, нам нужна была бы компьютерная графика из космоса, потом с коптером мы летаем по городу, потом улетаем, потом как-то сложно композим. В общем, куча времени, много денег. Ссора это делает просто по одному текстовому запросу. Точно так же она может продолжить видео, сказать, вот у тебя начало видео, продолжи и заверши темно. И она может вставлять какие-то недостающие куски. Мы можем центр видео вырезать, где нам что-то не нравится, сказать, слушай, вот заполни это, но без этих предметов. И она нам это сделает. И бесконечные циклы, ну тоже такой интересный пример. Самый первый, что напрашивается, давайте сделаем 10-секундное видео в Инстаграм, и люди не будут понимать, где оно заканчивается. Он накрутится 10 раз. Алгоритм Инстаграм подумает, что видео очень интересное, раз его 10 раз посмотрели. И выдвинет нас сразу в топ. Таким образом можно накручивать себе просто огромные охваты, в том числе. Потому что реально человек не понимает, где заканчивается видео, где начинает снова. Он же по кругу крутится. Что тут у нас дальше? А, дальше еще про Solo, да. Собственно говоря, что мне еще понравилось в Soli, это нативное редактирование. То есть вот это исходное видео просто сняли, как машина едет по лесу. Что такое нативное редактирование? Это когда мы просто текстовым запросом описываем, что нам нужно изменить в видео. Например, пускай машина едет не по лесу, а пускай она едет под джунглей. Пожалуйста, Solo тут же вам сгибет. Вот та же самая машина, та же самая дорога, только деревья по бокам отвечают. Это уже джунглин. Точно так же можно будет ей говорить, вырежи вот то, вставь то, замени вот это. Пускай будет вот так. Например, пускай это будет не машина едет, а пускай это будет повозка с лошадью. И вот уже повозка, и лошадь бежит. Правда, если присмотреться, нам почему-то копыт внизу от двух лошадей есть. В руку одна лошадь. Но пока еще не совсем она это умеет делать. Но лошадь бежит так же быстро. Кстати, копыта очень быстро перебираются. Бедная лошадь, да. Или, например, совершенно какой-то безумный запрос. А давайте машина едет, динозавр, пожалуйста, в отходе полюса, в отходе динозавры появляются. То есть это управление монтажом при помощи текстовых запросов. Но в будущем все текстовые запросы, понятно, у нас перейдут голосовые команды, и мы просто будем голосом говорить, что нам нужно. Она нам будет прям по ходу это все перерисовывать. Ну а теперь самое интересное. А, это еще не все про сорт. Да, вот еще одна история. Как из двух видео получить третье? Слева у нас есть хамелеон, справа какая-то птичка. По центру что-то среднее между хамелеоном и птичкой. Ну то есть то, что по центру не существует у нас такого хамелеона с перьями либо птичкой, как хамелеон. Сейчас она тут вот видит, превратилась в хамелеона, но с перьями на голове. То есть совершенно какое-то невообразимое космическое существо, но если увидеть его одного, будет полное ощущение, что это реально существо существует. То есть мы можем теперь просто придумывать монстров, животных, просто скрещивая их. Не как это делал Спилберг со сложной компьютерной графики, а просто скрестим мартышку со слоном и заселим новую планету. Пожалуйста. Как там Лукас рассказывал, как он создавал своих этих животных на чужих планетах, сколько они там ресурсов, времени и денег в это вкладывают. Пожалуйста. Сора это делает просто по текстовому запросу. Ну и собственно говоря, возвращаясь к тому, с чего я начал про Сора, многие думают, что Сора это про генерацию видео. На самом деле даже сами разработчики у себя на сайте пишут, для чего они создали эту модель Сора. Да, можно генерировать видео, но они пишут, мы создали, обучили модель Соры для того, чтобы экспериментировать и предсказывать события, для того, чтобы просчитывать последствия того, чего нельзя понять или смоделировать вживую. Ну, например, как в планету Земля удаляется метеорит. Что произойдет с планетой Земля? То есть нейронка обучена на всех модельных процессах, и если ей задать это задание, она очень детально покажет нам, что произойдет с планетой Земля, если в нее упадет метеорит. Какие-то сложные процессы, там, не знаю, пожары, там, еще что-то, чего нельзя просчитать, пожалуйста, мы можем дать возможность Соры, и она нам это покажет наглядно, что будет происходить. Что будет происходить под водой, что будет происходить в космосе, что будет происходить в каких-то экстремальных условиях. Сора нам все это может показать. Ну, и если так вот рассуждать и двигаться дальше, я не знаю, сколько времени занимает сейчас генерация Соры, у нас пока нет доступа к ней, но я думаю, что при достаточном количестве железа она будет это делать в реальном времени. Когда мы это будем делать в реальном времени, что произойдет? Мы просто одеваем какие-нибудь очки виртуальной реальности, где мир в реальном времени генерируется в реальном качестве. То есть, что такое Сора, да? Это рендер каких-то наших запросов в реальном времени, и мы просто в этот мир попадаем и видим дальше, а зачем нам из него выходить. Если мы в этом мире можем быть кем угодно, мы просто говорим, чего мы хотим. И Сора нам это тоже генерирует, мы тоже это видим, мы живем в этом виртуальном мире и начинаем это чувствовать. Потому что наш мозг устроен так, что если нам покажут мороженое и мы начнем его есть, мы будем ощущать сладкий вкус во рту. Ну то есть, это вторая история. Ну и третья история. У меня давно было подозрение, что мы живем в матрице. Я только не понимал, какие нужны мощности, чтобы просчитывать все физические явления. Ну и перелавление лучей, отражение звуков и прочее. То есть, это нужны очень мощные компьютеры. И поэтому это было единственное сомнение, что вряд ли есть такие технологии, которые могут в реальном времени это просчитывать. Я тогда не думал о том, что можно при помощи искусственного интеллекта не просчитывать это все, а знать, как это все работает. Как работает нейронка. Она не просчитывает отражение лучей. Она просто знает, что вот в этой ситуации картика должна быть такой. И это ответ на тот вопрос. Последнее сомнение, которое у меня было, что мы живем в матрице. Она развеялась. То есть, теперь я понимаю, что действительно не нужно ничего просчитывать, не нужен сложный рендер. При помощи нейронок это можно делать в реальном времени и делать полностью мир вокруг. То есть, не какую-то одну картину не посчитать, а рисовать целый мир вокруг. Тут тоже возникает вопрос. Может быть, мы уже давно симсы, у которых воображение загрузили все вот эти нейронки, а мы живем и думаем, что мы живые. Но даже если это не так, то совсем скоро мы сделаем так, что какие-то симсы будут думать, что они живут в реальном мире, а мы будем просто за ними наблюдать и смеяться или еще что-то. В общем, Sora – это не только про видео. И если вы думаете, что Sora была создана для того, чтобы нам картинки красиво рисовать – нет. Она создана для того, чтобы мы через какое-то время очутились в новом мире и не знали об этом. Ну, двигаемся дальше. Сканирование объектов и людей. Раньше для этого, ну и сейчас тоже используются достаточно дорогие 3D-сканеры. Как вы думаете, промышленные модели стоят по полмиллиона, миллион, я знаю. Вот. Но сейчас при помощи своего мобильного телефона вы можете себя отсканировать. Это приложение In3D, которое вообще изначально было создано для того, чтобы помещать свой аватар в метавселенной. Поэтому это достаточно низкого качества. Ну, это мобильный телефон и камера мобильного телефона. Пожалуйста, берите этот алгоритм, умещайте в хорошую камеру, и вы уже… просто у вас есть цифровой аватар в 3D. Что с ним делать дальше, я сейчас расскажу. Да, немножечко мы скачиваем здесь по слайдам. Окей. Это как раз таки фильм из нашего… фрагмент нашего фильма, который мы снимали в Крыму. И когда я приехал в Крым, я сказал, что на мы приехали, нас было три человека. Я – режиссер и техник, который отвечал за то, чтобы у нас не растащили технику на площадке. Вот. И он же по совместительству будущего оператором-постановщиком. Вот. На самом деле оператором-постановщиком был у нас режиссер, а то он был камераленом, но это вообще отдельная история. Так вот. Я, как нереальный продюсер, у которого был бюджет на съемки фильма, я приехал, я думал, сейчас здесь в Крыму найду недорогих гримеров. Оказалось, что в Крыму гримеры дороже, чем в Москве, потому что в Москве их много, в Крыму их мало. Вот. В итоге меня исключили из двух чатов гримеров в Телеграме. Предварительно со мной все поругались, сказали, что я вообще, как я смею там дешево оценивать двух гримеров. Вот. Я расстроился, поговорил с режиссером, и мы пришли к поводу, а зачем нам гример? Ну, то есть, у нас дети, детей не надо гримеровать, в принципе, нормально все, но оказалось, что у детей бывают прыщи, неожиданно возникают. Вот. И на что-то я решил стал слушать. Сейчас появились инструменты с искусственным интеллектом, которые позволяют удалять или тушировать кожу. Ну, в итоге, действительно, мы сняли четыре полументажных фильма без гримеров вообще. Ну, как вообще? Мы четыре раза приглашали гримеров на четыре смены, когда у нас снимались четыре разные звезды. Ну, у нас кино бюджетное, поэтому у нас сценарий произвел так, что нам на одну смену приезжала звезда, и мы его снимали сразу на весь фильм. Вот. И когда приезжал звезда, нам просто надо было, как бы, если бы он спросил, а где гример? Мы сказали, что там женщины вылили, мы сказали, что он сгиб гримера. Ну, как-то не солидно, пришлось взять дорогого гримера на одну смену в каждый фильм. Но, тем не менее, это просто пример того, как можно сейчас работать без гримеров. Да, вот эти прыщики на лице выскочат, это наш главный персонаж. В том раз на посте, а прыщиков уже нет. Причем это до Винчи, и это самые первые версии нервов. Вот. Сейчас при помощи нервов можно не просто прыщи убирать, можно просто грим накладывать, можно вообще не гримеровать, можно и губы на края, и глаза подвести, и ресницы заменить, и по идее лицо сделать, и носик сделать красивым. В общем, все можно сделать, буквально два техника. Причем не даже в какой-то там дорогой профессиональной да Винчи, а даже в капкате, который бесплатный, ставится на компьютер, все эти инструменты уже есть. Пожалуйста, пользуйтесь бесплатно. Поэтому теоретически без гримеров работать можно. на бюджетный фирм. Что еще там? Генерация и планирование голоса. Ну, это тоже достаточно старые примеры. Это DID, который, ну так себе, а нет, это не DID, это HIE, по-моему. Вот. Здесь на самом деле этот пример даже не про то, что мы можем генерировать голоса при помощи текста или там переозвучивать. Это пример того, как просто можно маркетинг выстроить, сделать такую вот заставочку с текстом, с диктором, с голосом. Это стоило, по-моему, что-то там 15 долларов в месяц, пожалуйста, сколько хочешь делай. А для того, чтобы это сделать обычно, нужно арендовать студию, заплатить дизайнеру, заказать моушен графику, заказать озвучку. Ну, в общем, сложно. То есть, опять же, если вы режиссер и вам нужно создавать вот такие вещи для коммерческих заказов, вы просто знаете, что есть такие технологии, которые это все упрощают. Но там есть свои минусы, сейчас мы о них поговорим. Давайте послушаем сгенерированный нейронкой текст, да, текст в речи. Если вы хотите быть в курсе самых ярких новостей киноиндустрии, получать информацию о запуске новых проектов. Все хорошо, но я слышал, что это не вам. Без эмоций и без ничего. Но оказалось, что можно взять, записать реальный голос и под этот реальный голос с сохранением липсинга и выбрать любого человека, там их 250, 300, 400, сколько их там этих аватаров, любого цвета кожи, мужчины, женщины в разных одеждах. И я просто записал. Если вы хотите быть в курсе самых ярких новостей киноиндустрии, я записал свой голос и просто положил его. Первый код ведет на мой телеграм-канал, посвященный кино, кому интересно, подписывайтесь. Послушаем. Если вы хотите быть в курсе самых ярких новостей киноиндустрии, получать информацию о запуске новых проектов и узнавать последние из плений и инсайдерскую информацию о проектах и людях, подписывайтесь на мой телеграм-канал за кадром. Все хорошо. Это мой голос, ничем не обработанный, но я не профессиональный диктор и, как говорит мой режиссер, я тебя переослушиваю, у тебя не брендовый голос. Я возьму голос из рекламы. Но это оказалось не проблемой. Дальше, если вы хотите быть в курсе самых ярких, послушаю уже. Дальше начинается генерация и планирование голоса. Я этот слайд создавал полгода назад и я понимал, что уже это можно было делать. Это Сергей Чинашвили, один из самых красивых и дорогих голосов России. «Проповедник нравственности». Знаемого. «Увестный русский театральный режиссер и создатель системы актерской игры Константин Свяславский». Я поставил на свою комнату неровку и обучил модель на голосе Чинашвили. То есть я получил эту модель, обученную на этом голосе. Потом я своим голосом записал кусочек сказки. «Сказка Евгения Шварца учит нас тому, что время самый важный ресурс, который есть у человека. Нужно стараться ценить каждое мгновение». А потом я захотел, чтобы эту сказку с моим голосом, с моими интонациями просто она звучала голосом Чинашвили. И я обученную модель направил на свои голоса, и получилась такая история. «Скрыв Евгения Шварца учит нас тому, что время самый важный ресурс, который есть у человека. Нужно стараться ценить каждое мгновение». А теперь вопрос. То есть я, по сути, могу взять, снять кино и всех персонажей озвучить своим голосом, просто потом разные модели накидать туда. И, пожалуйста, у меня кино озвучено вот ими брендовыми голосами. Подумал я полгода назад и подумал, как хорошо, что и для этого нужно знать определенные технологии, нужно поставить на свой компьютер мощную видеокарту, нужно научиться работать с нейросетями. И недалеко не каждый это сможет сделать. Где-то недели две назад мне от моего знакомого профессора пришло задание. Он говорит, что ты можешь срочно, мне до завтра нужно озвучить ролик питчингу. Он будет только один раз в закрытом показе. То есть его нигде не видеть. Но мне нужны красивые мужские голоса. Ты же можешь при помощи нейросетки это сделать. Я такой, блин, но чтобы сделать при помощи нейросетки у меня только сутки занимает обучение модели голоса. Я могу посмотреть, может в интернете есть какие-то обученные модели. Я посмотрю. Я захожу на сайт с запросом найти обученные модели голосов. И что вы думаете? Я нахожу сайт, на котором уже несколько сотен тысяч голосов, в том числе и российских, и американских, и европейских. И там кого только нет. И все дикторы. Причем это не профильное сообщество. Это фан-база. И там сидят подростки, геймеры, которые просто обучают модели на голосах, которые вытаскивают язык. Они даже не знают, кто их озвучивал. Я тогда записал видео для своего канала как раз за кадром, где я об этом рассказываю. Давайте послушаем кусочек. Но это видео тоже записано хитро. Дело в том, что я болел, когда я его записывал. У меня голос был сиплый. Я взял свое старое видео, где у меня хороший голос. И на обученной модели обучил. Модель его пригодится. С хорошим голосом не нужна будет. И переозвучил своим хорошим голосом. Вот сейчас я вам покажу фрагмент видео. Вначале я говорю голосом, который при помощи нейросети был обработан. Потом вы услышите кусочек фрагмента оригинального голоса. А потом голос, который я взял из интернета. Такая фан-база. И там очень много людей из игр. Они просто замужают голоса из игр. И на этих голосах обучивают модели. Поэтому они даже не знают, как я это озвучил. Они даже подписаны неправильно. Они просто подписаны. Тут такой персонаж из такой-то игры. Хотя это может быть, так сказать, Челашвили. Это может быть еще кто-то. То есть они даже не знают, кто это на самом деле. Вот так вот. А это я писал. Такая вот история. Вот еще вы должны идти в налоге. Вот так это было записано. В общем, вот такая вот история. И я пока никому не рассказываю про этот сервис. Это вот такой вот сервис. Потому что он полностью бесплатный. Там есть огромное количество моделей голосов. Вы можете скачать модель голоса для своего компьютера. Если она компьютерная генерировать. А можете скачать, можете прямо там генерировать. Можете песни там генерировать. Все бесплатно, все безлиминно. Потому что это фан-сервис. Вот. Но это зло. Это зло, которое... Не знаю, как с этим бороться. Игорь Таракар. Давайте дальше. Двигаться захват движения с камерой. Действительно, технология захвата движений. Это одна из самых дорогих технологий в компьютерной графике. Есть захват движения человека. Есть захват движения предметов. И есть захват движения камеры. Компания UVA. Ну, почти год назад они сделали технологию, когда мы ставим несколько камер. И нейромко обучается. И создает 3D-скелеты, которые можно использовать. Эти достаточно детально проработанные. Очень качественные. Вы можете использовать их в 3D-программах. При помощи просто трех камер. И таким образом, в теории, можно заменить дорогущие системы захвата. А что будет с теми компаниями, которые производят эти системы захвата? Ну, скорее всего, они разорятся. Ну, я не знаю. Думаю, что в серьезном производстве они останутся. Вопрос на долгий ли. Ну, ладно. UVA вот такую технологию разработала. Но потом появился сервис Modern Dynamics. Который я сейчас очень активно использую. Я его очень люблю. Что он позволяет делать? Одной камеры достаточно. Или просто берете любое видео. Скармливаете его сервису. Он определяет, что есть человек. Вы просто перетаскиваете на него любую 3D-модель. Там есть штук 15 в самом сервисе. Вы можете загрузить свою 3D-модель. Текстурируемую в определенном формате. И дальше оно просто заменяет вас на эту 3D-модель. То есть оно перерисовывает форму. Стирает с него вас. Создает скелет. На этот скелет натягивает какого-то персонажа. И делает рендер. И все это делается за 40 минут. И получается вот такого качества видео. Здесь показано, как он скелет анимирует. Это была первая версия Wonder Dynamics. С недавнего времени они дали возможность скачивать все, что они делают внутри. Вы можете скачать на свой компьютер. То есть вы можете скачать 3D-сцену для Blender, для Unreal Engine. И там уже будет оттречена камера. То есть уже камера будет оттречена. И будут скелеты этих персонажей. Вы можете использовать любой свой персонаж. Натянуть его, заменить фон. И пожалуйста, у вас просто на коленке создать абсолютно любой мультик. Ну а если это будут реалистичные декорации. И вы умеете работать с Unreal, как это делает XOVP. То вы просто можете снимать кино на коленке. Вот такая идея у меня возникла. И я даже решил попробовать его снять. Я снял фрагментик. И позавчера вечером начал это делать. Но я, конечно, за день не успел сделать. Я уперся в Unreal Engine. Там как бы я его знаю. Это не настолько хорошо, чтобы быстро в нем работать. И по сути, как ни странно, самое сложное оказалось не трекинг. Не захват. Не создание скелета. Самое сложное – настроить свет в Unreal Engine. Чтобы он был реалистичным. Или загрузить там модель. Ну, в общем, я это доделал. Проект может покажу на следующем. CPS, либо на какой-нибудь выставке. Но что там? Что этот сервер? За 19 долларов в месяц вы получаете огромный набор инструментов, которые сегодня в продакшене кино стоит безумных денег. Это стоит как бы 15 долларов в месяц. Я вам, кстати, покажу. Я делал урок для школы, где я преподаю это. Я записываю видео уроки по нейроке. Эта школа называется Event MBA, значок сверху висит. Это школа, которая обучает продюсеров ивентов. И там есть их курс по нейросетям. Вот я имя нанял. Я стал там амбассатором по курсу. И записывали уроки. Вот как раз я видел просто мальчика, который танцует. Ну, красивый мальчик танцует. Потом через его кардиналик заменил его на персонажа. Заменил его на вот такого персонажа, робота. Причем я не учел, что я взял черно-белую картинку, и он просто поставил черно-белую картинку и сделал черно-белого робота. А потом я, собственно говоря, скачал то, что он предложил, и загрузил в Unreal Engine. Пожалуйста. Вот единственное, что в реальном времени у меня не получилось его запустить. Потому что и запись экрана работала, и сцена сложная. В общем, видно, что скелет повторяет все движения. Дальше я могу крутить его как угодно, что угодно с ним делать. Натягивать любого персонажа. При этом камера тоже отречена. Ну, то есть если бы я там построил декорацию, то у меня бы декорация тоже двигалась. В общем, сейчас на основе вот этой технологии я вот пытаюсь сделать какой-то ролик. Дальше. Что еще позволяет делать нейронки для... Чем может быть полезно режиссеру? Так, это у нас время. Когда это уже закончить? А, я должен закончить скоро уже. Через три минуты. Ускоряемся. Создание костюмов. Смотрите. Это я просто четыре запроса в Build, в Stable Diffusion, и он мне выдал четыре картинки. То есть, когда я работаю с художником по костюмам, я долго объясняю, что я хочу, потом мне художник в лучшем случае цветными карандашами и красками это нарисует, но это будет так вот яркими пятнами непонятно. Здесь мне не ромко нарисовало все детали, подробности. Я могу даже, если мне не важна какая-то привязка к эпохе, либо соблюдение каких-то реалистичных, не знаю, элементов, типа военной формы и прочее. Просто мне нравится это платье, просто костюмерам надаю. Идите, шейте. Они уже сами разбираются, как это шить. Тем не менее, конечно, художники по костюмам нужны, потому что нужно соблюдать достоверность эпохи, если мы что-то историческое снимаем. Но возможность генерировать огромное количество одежды и выбирать то, что тебе понравилось, намного проще, чем объяснять художнику по костюму, что тебе нужно, и он тебе будет приносить где-нибудь по 4 эскиза, а здесь ты за 5 минут уже 40 получил. И тем более, если это касается каких-то вот этих футуристических костюмов, то есть тут должны быть специальные художники, которые это рисуют. Это совершенно определенный скилл, и далеко не все художники могут это качественно рисовать. Здесь, пожалуйста, мы просто говорим, мне нужен рыцарь в такой-то эпохе, в таком-то стиле, киберпанк или стимпанк. И он предлагает кучу вариантов. Вы просто выбираете, что он может. Говорите, все, вот это мне нравится. Вы даете картинку бутафорам, вы изготавливаете, и они уже понимают, что нужно. Ну, собственно, стилизация создания бутбортов. Это, кстати говоря, все про сток. Я еще сегодня его не видел, но он тоже часто бывает на конференциях. Я у него это взял. Еще раз. Это видео, которое позволяет изменить одежду. Но здесь на Stable Diffusion сделано. Здесь достаточно так грубовато, потому что они совсем для этого были созданы. Но он показывает возможность, что он может действительно заменять одежду или стилизовать что-то. Дальше появился сервис. Замена одежды в iPhone. Он есть, где действительно уже можно заменять одежду. Пока что тоже видно, что это нейронка. И пока это не очень выглядит как бы правдоподобно, но уже несколько компаний, которые разрабатывают для шоу-румов в такие приложения, где вы можете на себя видео примерить одежду. Если касается не видео, а фото, то есть уже готовые нейронки, где вы можете взять любую одежду и надеть ее на себя на фотографии. Причем делают это прям потрясающе, очень качественно и очень интересно. Костюмы и одежда. Очень часто бывает такое, что мы сняли кого-то там где-то, у него была на маечке какая-то картинка, а потом на канале мы сказали, вы знаете, что это не картинка? Это логотип бренда. И мы должны это убрать. Это позволяет делать клина, это пример, как это делается на фото, но там дальше будет пример, как это делается на видео. То есть в принципе это тоже не катастрофично, но конечно лучше такие моменты отслеживать сразу. Но если бы режиссер не продолбал этот момент, то всегда это можно потом исправить. Работа с реквизитом, но отдельно сюда вынес. Здесь два момента. Первое. Реквизиторы – это очень странные люди всегда. Вот все, кого я знаю реквизиторов, они очень странные. И всегда говорят, что тебе нужно, они всегда приносят что-то другое. И говорят, ну вот, ты просил. Поэтому можно здесь нарисовать конкретно, что нужно и объяснить. Вот прям вот такое нужно. Но это опять же та история, когда нужно донести до команды то, что ты видишь. Вот. И второй момент. Это импайн-реквизит, когда мы можем прямо в видео, я могу себя снять просто на фоне кирпичной стерки, а потом сделать в этой кирпичной стерке дверь, окно, повесить часы с кукушкой, поставить тумбочку, и это будет все двигаться в реальном времени, как будто бы это сделано, ну то есть оно вписывается в видео. Вот. Таким образом можно экономить на реквизите, если мы с ним не взаимодействуем, просто можно его нарисовать, зачем покупать или арендовать. Создать анимации, переход от перебивок, ставок и прочее. Тоже еще один из вариантов, как можно, используя воображение режиссера, исправлять ошибки в допущенном фильме. У нас фильм получился, второй наш фильм получился слишком короткий, он получился час десять. Нужно было хотя бы час двадцать или час двадцать пять. Вот. И мы решили сделать перебивки в виде комиксов. Это мой режиссер, который вообще ни разу не разбирается в нейросетях, он просто поставил себе какую-то инструкцию на компьютер Stable Diffusion, автоматик, четыре единицы, и начал там экспериментировать. У нас появились вот такие перебивки между сценами. Всем привет! Этот кудрявый красавчик. Ну, в принципе, примерно семь минут мы нагнали этими перебивками и добавили динамики. На самом деле они очень хорошо вписались туда, и мы стали их везде использовать. У нас появились такие облачка, что наши актеры думают. В общем, мы стилизовали, и получилось очень даже интересно. Опять же, это вот работа режиссера, как он применял эту историю. Создание музыки. Ну, про музыку уже говорили. То есть можно сделать по запросу, по примеру, можно делать бесконечную музыку. Перевод музыки в виде или в ноты. Сейчас есть инструменты, которые позволяют просто разложить музыку на инструменты. Отдельно барабная партия, отдельно бас-гитара, отдельно ритм-гитара, отдельно саксофон. Ну, это вот просто пример того, как можно разделять музыку по шове. Можно взять и отдельно сделать музыку, после того, как вырезать голос. Здесь пошла песня. Ну и, соответственно, можно просто вырезать голос. То есть, помните, раньше была проблема, что нужно этот голос. Ну, достаточно забавно. Ну, дальше, например, с «Биланом», то же самое. Ну, и то, что уже все демонстрировали, когда можно заставить любую песню спеть любым другим голосом, это Майкл Джексон, например, поет песню «Бонжори». Следующий пример – это «Билан». Майкл Джексон, поэтому мы его слушать не будем. «Бонжори». Тоже открываются для режиссера совершенно невероятные возможности в творчестве. «Давайте, хочу песню, где будет петь, не знаю, какой-нибудь исполнитель, у которых уже нет живых». А вот это начинается интересное. Это Eleven Labs. Eleven Labs. Примерно, когда было анонсировано 40, Eleven Labs анонсировал свой инструмент. Он тоже до сих пор не вышел в открытый доступ. Но что он позволяет? Нейронка анализирует видео, видит все, что там происходит, и создает полностью самодизайн. То есть добавляет все звуки, вжухи, пролеты. И вот эта вот работа, то, что раньше в Шматевых делали, были специальные люди, которые записывали все эти звуки. И самодизайн – это то, что украсит любое видео, придаст ему кинематографичность и профессиональное качество. А действительно, это был очень сложный, очень творческий процесс, который занимал очень много времени и стоит достаточно дорого, а специалистов очень мало. То теперь, пожалуйста, Eleven Labs просто загружаешь любое видео, чтобы вы понимали, это видео с генерированной СОРой, и СОРа генерит видео без звука. Они просто взяли в видео примеры от OpenAI, да, от СОРы, и прогнали их через свою нейронку. Давайте послушаем, что получилось. Не хочет. Сейчас запустим. Да, ну... Да, ну... Да, ну... Да, ну... Просто сейчас презентация не с моего ноутбука, а здесь, возможно, что-то не хочет. И не послушаем. Ну, не знаю, почему-то не хочет воспроизводить это видео, но, собственно, чтобы вы понимали, вот все видео, которые... Ну, не все доменские видео, которые на OpenAI открыли в СОРе, они здесь озвучены вплоть до мельчайших шумов, то есть до мельчайших каких-то эффектов. На камеру полетаются эти вжухи озвучены, и финальные видео, где с космонавтом, там еще и закадровый текст произносится. Вот, кому интересно, потом, может быть, покажу отдельно, если останется время. Работа со снятым материалом. На сегодняшний день разные программы позволяют по-разному каталогизировать материалы по цвету, по динамике движения, по персонажам, диалогам и прочее. Вплоть до того, что вы можете сказать, найди мне все кадры, где используется нож, и он вам выделит все кадры, где этот реквизит используется. Либо найди мне все кадры с этим персонажем. То есть это очень сильно упрощает работу монтажеров на больших проектах, где очень много отснятого материала. Вот, также позволяют структурирование и делать разминку, вдавить чужие некоторые вещи реализованы. Нейрофотография – это тоже такой новый тренд. Причем я, как только научился работать со Stable Diffusion, я начал экспериментировать в эту сторону. Слева фотография актрисы, которую я фотографировал, лично снял ее. А справа я взял просто какую-то фотографию с генерированной нейронкой и сказал, что вот хочу эту актрису с этой фотографией смешать, чтобы это была эта актриса. И, собственно говоря, вот я сгенерировал такую фотографию. И тут она даже получше, помоложе, я бы сказал. Но я могу ее поместить абсолютно в любой антураж. Это может быть бизнес-портрет, это может быть фотография на отдыхе, это может быть фотография в этническом стиле. То есть сейчас даже не нужно ехать куда-то фотографироваться. Но, с одной стороны, когда я начинаю осознавать, что эта фотография не настоящая, у меня такое немножечко отношение к ней, что-то неприятное какое-то. Все-таки хочется, чтобы это было живое, чтобы люди затратились на это. Поэтому лучше никому об этом не знать. Просто вот это я. Я красивая. Монтаж видео. Сейчас существует достаточно большое количество разных инструментов для монтажа видео. Например, это Автопод, плагин для Premiere. Он позволяет автоматически монтировать подкасты. То есть три дорожки на одной дорожке диктор становится, на другой дорожке второй, третий – это общий план. И он слышит, где какая дорожка записана, и вырезает, и монтирует так, чтобы в кадре был говорящий. Получается, ну, в принципе, получится видео, да. Видите, автоматически нарезает просто вам дорожку. То есть если часовой подкаст монтирует в реальном времени, но следует минимум полтора часа займет. Здесь он сделает, наверное, полторы минуты. И вот уже готовый смонтированный у вас подкаст. Дальше понятно, что здесь создание субтитров, улучшение качества, upscale, увеличение FPS, создание slow-mo видео. В общем, инструментов сейчас очень много. Тут даже как бы нет смысла их перечислять, потому что, ну, они каждый день появляются новые. И, например, есть интересный… А, сейчас дальше расскажу. Клинап на видео. Ну, то, что я уже говорил. Мы просто выделяем человека, и человека больше нет. Вот сейчас есть канал на Инстаграме, по-моему, где он называется «Человек из будущего». И там такая легенда, что в будущем он остался один. И он пришел, и он показывает видео, в том числе Красную площадь, еще чего-то, где нет людей вообще. То есть, смотрите, и он там знает много людей. Вот как раз при помощи такой технологии он создает эти видео и показывает, что в мире нет никого, кроме него. Монтаж видео при помощи текста. Это сервис Descript. В тот момент, когда я оставлял этот слайд, там не было поддержки русского языка. Но сейчас уже появились другие сервисы. И даже в DaVinci обведрили уже часть функционала. Что он позволяет делать? Он позволяет монтировать видео путем редактирования текста. То есть, у вас персонаж что-то говорит, вы удаляете то, что не нужно, и он склеивает вам готовое видео. Вот так же он автоматически удаляет слова «паразиты». Он может превращать обычный голос в студийное звучание. Может заменять слова и фразы. Причем вы, например, что-то не так сказали, оговорились, выделились, написали новый текст, и он вашим же голосом произносит этот текст. И Google и Lipsync совпадают с этим текстом. То есть, по-моему, нельзя написать абзац, но два-три слова он спокойно заменяет. Ну вот. Ну и плюс много-много раз в других фишах здесь как раз есть видео про это. Много времени нет. Автоматическое создание видео. Наверняка видели, на YouTube есть много роликов, в которых идет закадровый текст и какой-то видео в ряд. И раньше для этого был специальный человек, который настолько подбирал видео, тот записан закадровый текст. Есть сервис американский. Я просто загрузил в него статью с какого-то… Ну, это мой блог в Дзене. Большая статья получилась. И получился ролик на 15 минут. Я его сделал за четыре с половиной минуты. Я просто скопипастил текст и сказал «Генерация». И он… Что он сделал? Честно покажу, чтобы дальше было, да. Он только на английском языке работает, а я ему русский язык загрузил. Я не знал, что он русский не работает. Он мне его просто перевел на английский. Потом дальше диктором озвучил этот текст на английском, подобрал с американского стока видео, сложил видеоряд, смонтировал это все, добавил спецэффекты, добавил субтитры. И у меня получилось готовое видео под дикторскую озвучку, с музыкой и с видеорядом. По смыслу подходящим, под то, что я говорил. Ну, очень забавно, но мне не понравилось, потому что там какие-то люди все очень европейские и темнокожие, и места странные какие-то. В общем, все такое чисто американское и европейское. Но раз это есть на английском языке и для американской аудитории, то вполне возможно, что скоро это появится и на русском языке, и будет видео браться с русских стоков. И вы можете, в принципе, любое видео заменить, не обязательно со стоков, вы можете потом отредактировать. Те видео, которые вам не нравятся, вы просто нажимаете на это видео, он предлагает либо загрузить свой фрагмент, либо он тут же предлагает 4-5 вариантов со стоков, что можно вместо него подставить. То есть очень легко редактируется. Мы уже подходим к концу. Подходим, я понимаю, к обеду, к перерыву. Но перевод фильмов на разные языки, субтитры уже все это видно. А еще можно переводить видео на любые языки без публижа и липсинга. Сейчас, по крайней мере, по-прессии и по-прессии и по-прессии, по-прессии в фильмах, потому что теперь это делается очень просто, быстро и попугавляет. Оно было понятно. В общем, это абсолютно НИПОНО, и, да, я не знаю ни одного слова на японском языке. Я Саидуни Гуматурин. Это уже что они... Он даже Саид не потолит, В общем, вот такой сервис, это автоматический и перевод, создание субтитров, липсинг. Это позволяет делать хиген в его лаборатории, называется Video Translator. А еще можно переводить видео. Это релайтинг. Здесь пример, как можно на фотографии делать релайтинг. Но есть инструменты в том же капкате, уже это можно делать на видео, причем абсолютно бесплатно. Просто расставляете источники света, и он начинает вас подсвечивать так, как вам это нужно. И создание постеров. Это постеры, созданные при помощи искусственного интеллекта. И по моему убеждению, они выглядят намного ярче и интереснее, чем реальный постер к этим фильмам. И еще один русский проект. Это iCup.tech. Это исследование фокус-группы. Когда на зрителя направляется камера, ему показывается какое-то видео, рекламный ролик. И строится график, на какой минуте какую эмоцию испытывал зритель. То есть, таким образом, они сейчас очень стали популярны и тестируются, например, рекламы. Несколько вариантов монтажа рекламных роликов, где нужно вызвать определенные эмоции. Можно замерить градус этой эмоции. Так работают с фокус-группами. И вот то, что сегодня я услышал, у меня этого в слайде нет, я обязательно добавлю. Мне очень понравился кейс, с которым сегодня говорили. Подбор локаций при помощи искусственного интеллекта. Когда вы описываете то, что вам нужно, а искусственный интеллект вам подбирает реальные локации для съемок. Надо будет ставить тоже этот кейс сюда. Потому что очень-очень интересный инструмент. Ну что ж, на этом у меня как бы выводы. Заканчиваю. Ну что твои и в творчестве, и в работе режиссера – это очень полезный инструмент. Это очень сильно угощает, расширяет фантазию, включает воображение, заставляет творить. И если вы впадаете в какое-то деструктивное состояние, в лень, в апатию, начинаете пропастинировать, не знаете, как себя заставить, у вас начинается творческий кризис, просто открываете нейросетку, любую генерацию, начинаете что-то генерировать по вашему проекту, и вы вот уже через 15 минут хотите творить, хотите быстрее и быстрее все это снять, у вас появляется много энергии. В общем, очень полезно для режиссера, в первую очередь, ну и для всех, наверное, профессий, других тоже. И в жизни, ну, тут как бы, я скажу, немного футурологии. Меня часто спрашивают, что вообще дальше будет, стоит ли нам опасаться или нет. Я обычно говорю – расслабьтесь, ничего такого, на что вы можете повлиять, не будет. Вот, поэтому в какой-то момент И захватит мир, это будет совсем скоро, но мы ничего с ним поделать не можем, поэтому расслабьтесь и все будет хорошо. Вот, вы не сможете этому противостоять. Поэтому в QR-код вы можете скачать гайд, там есть описание всех этих нейросетей, о которых я сегодня рассказывал. Можете сами поэкспериментировать, попробовать что-то в них создать. Да, мы немножечко сдержались, давайте мы сейчас сделаем небольшой перерыв, после чего уже перейдем. По цветокоррекции, что ли? По цветокоррекции тоже это возможно, и сейчас есть инструменты, которые позволяют сказать «сделай мне вот так же». И, по сути, у вас, ну, такая автоматическая цветокоррекция при помощи IP. Я вот один инструмент измерил, но он, если честно, не очень понравился, подождательная работа. Так, 15.30. У вас уже 15.30. Давайте 15 минут. 13.45. Мы начнем с круглого стола, на которого я хочу пригласить Александра Скрафт-Фордова, Леонида Вестипова. Это основатель и руководитель 4.3. и адвоката Совета. Будем с вами все дружно разговаривать и рассуждать, все-таки кому же принадлежит авторство того, что генерирует искусственный интеллект.